Это Моголь ТВ, и в этом видео вас ждут 10 простых загадок и головоломок. Правда, простыми они кажутся только на первый взгляд. Все 10 загадок правильно смогут решить лишь единицы из вас. Кстати, если вы еще не подписаны на Моголь ТВ, то обязательно жмите на красную кнопку подписки и на колокольчик рядом с ней. Так вы всегда будете в курсе новых видео с загадками и головоломками на Моголь ТВ. Номер 1 Начнем с простой загадки, чтобы размять мозги. Найдите вторую половину скорлупы. Варианты ответа вы видите внизу. Итак, это правильный вариант ответа. Ставьте лайк, если ответили верно, и переходим к головоломкам посложнее. Номер 2 А сейчас детективная загадка. На одном из складов произошло ограбление. Полиция, прибывшая на место преступления, допросила охранника. Охранник заявил, что он пил воду со льдом и смотрел футбольный матч. В этот момент в здание вломились двое мужчин и сильно его ударили. Он потерял сознание, а когда охранник очнулся, то обнаружил, что произошло ограбление. Он ничего не трогал и сразу же вызвал полицию. Когда это произошло, спросил его детектив. Около часа назад заявил охранник. Детектив быстро понял, что охранник лжет. Ответьте, как же он это установил? Охранник заявил, что убийство произошло около часа назад, когда он пил воду со льдом. Однако лед в его стакане до сих пор не растаял. При этом он сказал, что до приезда полиции ничего не трогал. Следовательно, он лжет. Номер 3. До 16 века люди пользовались вилками с тремя зубцами, а то и вовсе ели руками. Но затем в Италии придумали вилку с четырьмя зубчиками. И с тех пор весь мир пользуется именно такими. Попробуйте догадаться, для чего же итальянцам в 16 веке понадобился лишний зубец. Итак, правильный ответ. То, что это нововведение придумали итальянцы, должно было вам помочь. Одно из самых известных итальянских блюд – это паста. А наворачивать макароны на четырехзубную вилку намного удобнее, чем на трехзубную. Номер 4. И еще одна мистическая загадка. Круизный лайнер совершал свой очередной рейс. Однажды корабль попал в сильнейший шторм. Лил дождь, судно качало во все стороны и сверкали молнии. Все пассажиры разошлись по своим каютам. Через несколько часов шторм закончился. И в одной из кают обнаружили убитого мужчину. Одним из пассажиров корабля оказался полицейский. Он определил трех подозреваемых и допросил каждого о том, что они делали во время шторма. Первый рассказал, что сидел у себя в каюте и слушал музыку. Второй рассказал, что просто-напросто спал. А третий подозреваемый сообщил, что во время шторма писал письмо своей матери. И даже предоставил доказательства. В итоге после допроса полицейский точно определил, кто из подозреваемых убийца. Кто же им оказался и почему. Если подключить логику, то разгадка становится простой. Третий подозреваемый рассказал, что писал письмо и даже показал его полицейскому. Но написать письмо, да еще таким аккуратным почерком, во время того, как корабль сильно качает, просто невозможно. Значит, подозреваемый солгал. Он и есть убийца. У девушки с утра очень важная деловая встреча. Она проспала и сейчас ей нужно быстро собраться. Но лампочка в комнате перегорела и ничего не видно. Девушка знает, что у нее в шкафчике лежат 16 белых носков и 9 черных. Внимание, вопрос. Сколько носков ей нужно взять из шкафчика, чтобы точно быть уверенной, что среди них есть два одинаковых? Правильный ответ. На самом деле все не так уж и сложно. Многих из вас наверняка могло сбить с толку количество носков, которые есть у девушки. Но это совершенно не важно. Главное, что они только двух цветов – белые и черные. Так что если она возьмет любые три носка из шкафчика, то среди них 100% будут два одинаковых. Номер 6. Криминальная загадка. В Лондоне было совершено загадочное убийство. Главными подозреваемыми оказались Джон, Билл и Адам. На место преступления прибыл опытный детектив. Единственной весомой уликой, которую удалось обнаружить, была записка с почерком жертвы. Посмотрев внимательно на эту записку, детектив определил, кто из подозреваемых убийца. Кто же он и каким образом детектив догадался. Наверняка многие из вас поняли, что в этих цифрах зашифровано имя убийцы. Но вот какое именно и в чем логика, догадались немногие. Вам нужно было всего лишь перевернуть это число. Тогда цифры начинают напоминать буквы. И вы можете прочитать имя Билл. Он и является убийцей. Номер 7. Это тест Гарвардского университета. Проходят только люди с IQ выше 135, то есть примерно 8% людей. Итак, найдите на этой картинке отличия. Большинство из вас наверняка искало отличия в этих мячиках, которые на самом деле идентичны. Только самые нестандартно мыслящие люди обратили внимание на надпись. Я вас просил найти отличия. И самое внимательное, наверняка задумались, зачем произносить задание вслух и еще дублировать его на картинке. Номер 8. Вас держат в заперти в старой крепости. Вы можете освободиться только при одном условии. Если обыграете охранника в его любимую игру. Условия просты. У каждого из вас есть мешок с монетами. Между вами круглый стол. Каждый из игроков выкладывает на стол по одной монете по очереди. Нельзя, чтобы монеты касались друг друга. А также нельзя, чтобы они выходили за пределы стола. Первый, кто не сможет найти на столе место для монеты, проиграл. Охранник очень хорош в этой игре, поэтому дает вам право первого хода. Какую стратегию вам выбрать, чтобы точно победить? Итак, решение этой загадки простое и гениальное. Первым ходом вы должны поставить монету на центр стола. Затем ход охранника. Вы вторым ходом ставите монету зеркально относительно хода охранника. А затем на каждый ход соперника вам нужно отвечать зеркально. Тогда у вас всегда найдется место для монеты. И вы выиграете. Номер 9. В самолет проник грабитель. Он стал угрожать пассажирам с требованием забрать все ценное, что есть на борту воздушного судна. Собрав все деньги и драгоценности в сумку, он потребовал от персонала два парашюта, чтобы покинуть самолет. Вопрос. Почему грабителю потребовалось два парашюта, если изначально он планировал спрыгнуть из самолета один? Номер 10. Посетитель пришел в магазин товаров для дома, где каждый товар стоил только 1 доллар. В итоге он сумел купить 700 и заплатил за это всего 3 доллара. Как же ему это удалось? И что же он купил? На самом деле это очень простая загадка, которая требует как следует поднапрячь логику. Раз посетитель заплатил всего 3 доллара, соответственно он купил только 3 товара. На самом деле посетитель живет в квартире под номером 700, и ему нужны были 3 цифры, чтобы повесить их на дверь. Не забудьте написать в комментариях, на сколько загадок из 10 вы ответили верно. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео, и конечно же оставляйте свои комментарии под этим роликом. Субтитры сделал DimaTorzok